Друзья, всем привет! Я думаю, вы, как и, собственно, я, были удивлены заголовку этого видео. Да, это никакой не кликбейт, это ничего такого, да, чтобы завлечь ваше внимание и навести какую-то смуту. Нет, действительно, действительно есть такая новость, что Binance хочет купить Volkin. Вот, об этом поговорим сегодня вот в дальнейшем-дальнейшем ролике. А дело все в том, что вчера ночью закончилась АМА-сессия, ну, для нас это уже была ночь, да, для кого-то по московскому времени это было чуть пораньше. Но, так или иначе, Алексей, основатель проекта Volkin, он вышел в эфир на одном из YouTube-каналов и очень-очень была суперкрутая беседа. Также многие из нашего чата ребята залетели прямо туда на прямой эфир и задали свои вопросы. Поэтому, прежде чем мы перейдем к разбору вчерашнего эфира, да, поделюсь своим мнением, что мне понравилось, что мне не очень понравилось, вот, какое-то свое мнение дам на этот счет, если вы еще не смотрели этот прямой эфир. И самое-самое важное, подписывайтесь на этот YouTube-канал. Почему? Потому что я также общался с Алексеем, он дал свое согласие, он сказал, что я вообще с открытой душой только за для того, чтобы выступить на вашем Telegram-канале или на вашем YouTube-канале. В общем, куда пригласите, туда буду рад прийти. Вот, самое главное, чтобы была активная аудитория и ставили лайки и писали суперкомментарии. Ладно, с этими двумя моментами я, конечно, добавил от себя, но действительно он сказал, что будет рад присоединиться к нашему комьюнити в плане какой-то своей авторской информации. Это действительно так, поэтому поддержите этот видос лайком. Так YouTube будет его больше продвигать и, соответственно, наша комьюнити будет с вами расти-расти большими-большими темпами. Ну, наверное, приступим, да? Эфир длился порядка двух часов. Очень-очень много слов было сказано про команду, про так, как все устроено, про так, какие все заряжены и так далее. Вот, это действительно, наверное, процентов 20 эфира было посвящено команде. Во всяком случае, Алексей посвящал свой спич именно промоутил, да, восхвалял свою команду, с чем мы, собственно, тоже согласны, да, потому что мы все видим постоянное обновление, постоянную обратную связь и работу над приложением. С этим я тоже очень-очень согласен, ребята, большие молодцы. Первый момент, который был сказан, который я прям запомнил, да, это спич про токен, да, то есть был вопрос, покупаете ли вы токен, поддерживаете ли вы как-то курс, соответственно, монеты, да. Этот вопрос, он задавался на прошлых амах для других выступающих, вот, и постоянно мы получаем один и тот же ответ, да, то, что мы не поддерживаем токен. Это происходит из раза в раз, из ама в аму, ну, в принципе, наверное, оно и понятно, да, если разработчик проекта скажет, что он как-то выкупает свои токены, да, или там контролирует курс монеты, да, это получает спекуляция уже, это уже как-то не совсем красиво, не совсем правильно и так далее, и так далее, и так далее, да, с всеми вытекающими. Поэтому я считаю, что этот вопрос, наверное, смысла задавать уже вообще нет и его разбирать как-то, вот, потому что, ну, никто, наверное, никогда не сознается, а если сознается, то, ну, наверное, следующие последствия, да, которые будут ожидать себе человека, который ведет какой-то проект и говорит, что, да, я полностью контролирую курс, который, эмиссию токена, да, и, соответственно, курс, который есть на бирже, ну, последствия будут соответствующие у этого человека. Но так или иначе, я не думаю, что это полностью, там, рукотворный какой-то курс, да, или что-то такое, нет, точно нет, потому что, ну, в этом нет тоже особо никакого смысла, вот, мне кажется, что какая-то часть команды, да, потому что был разговор про то, что токен, ну, то есть в блокчейне вы можете посмотреть все, что происходит, да, соответственно, если у вас есть какие-то вопросы, то заходите в Solscan, там, и в другие проекты, да, и смотрите, кто, что, как, когда там выкупает, и как вообще, с каких кошельков на какие переходят движения, да, если есть какие-то вопросы. Но также я абсолютно не понимаю, в чем состоит проблема, да, завести там 10 кошельков, 20, 30, 40, завести туда 1100 долларов от фондов и распределить это грамотно между всеми кошельками, в принципе, ну, вполне адекватно, да, и получается у нас, как итог, просто группа, там, из 40, 50, там, даже, окей, 100 людей, которые действуют определенным образом в определенные моменты рынка. Она либо может поднимать токен, либо отпускать, то есть 100 тысяч долларов у тебя, ну, хватит поиграться на несколько пунктов, опустить или поднять токен вообще спокойно. Ну, и пампить сейчас токен, да, в момент медвежки, когда все рушится, когда идет полный трэш по рынку, нет никакого смысла, поэтому, наверное, есть какие-то моменты спекуляции, да, там, вышла негативная новость, ну, там, подслили токены, потом взяли, выкупили, да, наверное, как-то так это работает, чтобы, ну, вот, получили разницу от команды, побрили тех, кто недоволен проектом и кричит, что это скам, допустим, да, ну, ладно, бывает, вот, и, соответственно, фонд трэшери пополнили, например, да, возможно, это в такой конфигурации работает. Так что, если вас волновал вопрос по токену, то, мне кажется, я вот со своей стороны, с неофициальной точки зрения, да, потому что, если одно дело, это официальная точка зрения, и ты не можешь говорить какие-то вещи, а другое, неофициальная, и когда ты обсуждаешь это все дело в комьюнити, в нашем сообществе, когда есть какой-то свой личный опыт, да, и получается делать определенные выводы, соглашаться с ними вам или нет, это уже точно ваш выбор. Тут, как бы, мое дело донести какую-то информацию, поделиться своей точкой зрения. Про Binance, наверное, расскажу прямо сейчас тоже, там действительно очень много новостей, поэтому я даже думал, какую новость, какую из этих новостей поставить, в принципе, в заголовок, но вот решил про Binance. Но это далеко не самая какая-то мега-крутая новость. Так или иначе, поехали. Не так, какое-то время назад, да, не так давно ходил слух о том, что Binance хочет купить Volkin. Не знаю, кто его пустил, вот, откуда он, может быть, просочился, да, но так или иначе, ну, была такая небольшая информация, но вообще без подтверждений, без всего. Вот, на этом эфире, на этом прямом эфире у Алексея спросили, можешь сказать, либо не можешь сказать, что там вообще, как бы, хочет Binance покупать Volkin или нет, да, как-то можешь прокомментировать эту историю. Точнее, нет, и это, кстати, важно. Алексей, ходил слух, что Binance хотел вас купить, да, хотел купить Volkin. На что был получен ответ, почему хотел, да, дальше как-то идет небольшая, буквально 10 секунд разговора, и дальше уже спрашивают, ну, так, чего, ответишь, не ответишь? Он говорит, я уже, как бы, ответил, просто убираем сослагательные наклонения, да, хотел, не хотел, а прошедшее время, и получаем, что в данный момент Binance нас хочет купить. То есть тут, опять же, про официальную и неофициальную версию, да. Если он скажет, что, как бы, вот у нас сделка тут планируется, да, это, как бы, раскрытие информации, скорее всего, она просто засекречена, она частная. Вот, ну, в большинстве случаев сделок такое происходит, такое, в принципе, нормальная история, вот, но если ты хочешь чем-то поделиться, да, то, в принципе, не завуалированно это допускается сообщить. И он, например, маск, скотч постит, да, это, если не знаете, там, в Твиттере супер завуалированная история, да, потому что за ним сидят огромное количество людей, и если ты что-то скажешь, как-то ты будешь манипулировать рынком, то, ну, тебе просто дороже будет, вот. Вот, поэтому он делает это супер завуалированно. В нашей ситуации это вполне допустимо, просто на прямом эфире сообщить, что, как бы, я прямым текстом ничего не говорил, я никого ни к чему не призывал, но Binance не хотели, а хотят в данном случае. Вот, когда мы это слышим от, из уст разработчика, да, из уст основателя проекта, ну, это, мне кажется, важный, важный такой момент, да, который стоит принять во внимание. Ну, и чтобы расквитаться с этими биржами, да, также про Binance новость. Ну, опять же, да, не совсем про Binance, потому что что? Потому что обсуждалось размещение на разных биржах, и остались как средненькие, которые мы уже, типа, сейчас выложились, да, как было озвучено, так и очень-очень большие. Ну, в данном случае также слухи ходят, слухи ходят про Binance, поэтому определенно точно, я думаю, это что-то из того раздела. Вот, если вы не смотрели эфир, то можете посмотреть, составить свое мнение, но я вот делюсь с вами своим мнением и мнением нашего комьюнити, то, что вот мы, то, к чему мы пришли. Ну, а если вы хотите видеть больше точек зрения разных, да, на разные тематики, на бридинг, на, там, продажу котов, подбор их, там, прокачку, разные стратегии, да, также переходите в наш Телеграм-канал, там есть Телеграм-чат, и люди делятся своей информацией абсолютно бесплатно, поэтому, ну, это просто кладись, кладись крутой инфы. Чуть не забыл, как раз вот раз стали обсуждать Телеграм-канал, у нас сейчас будет розыгрыш, там будем разыгрывать призовой фонд, у нас есть свой волкин-маркет, это то же самое, что и, в принципе, официальный маркет, только скидывается объявление о продаже кота, о продаже одежды, да, и находится покупатель. Вся сделка идет именно через официальный волкин-маркет, ну, условно, я говорю, вот у меня есть ли эта кофточка, я ее выставляю в этот канал, вы смотрите, да, то есть я могу этой кофтой пользоваться, мне не обязательно, чтобы она висела, и, ну, продавалась, да, также и коты, у меня есть какие-то коты, я выставляю, что вот этого я могу продать за вот эту стоимость, этого за вот это, но я не скидываю их, да, и как бы они не приносят мне ничего, я вот просто дал объявление и говорю, что я готов продать их за вот такую-то стоимость. Если находится покупатель, то просто мне пишут, как бы, Алекс, выстави там вот этого кота по вот этой цене в такое-то время, да, и как бы у тебя его купят, окей, выставляю, мне покупают, всем все довольны, да, потому что для аудитории это вариант найти какие-то интересные экземпляры, которые не выставляют люди на маркет, вот, а для меня, допустим, и, ну, не только для меня, да, для всех вас, если вы хотите пользоваться своими котами, пользоваться своей одеждой, но также не прочь были бы их продать, то можно это сделать на волкин маркете, просто дав объявление. Да, у нас там есть определенная комиссия, небольшая денежка за выдачу, за размещение объявления, но 80% из этого вот, из этой комиссии мы собираем сейчас призовой пул с понедельника по пятницу, в пятницу у нас будет ама, и на этой аме, в нашем телеграм-канале мы разыграем уже вот этот вот призовой фонд. Вот подробности все будут в телеграм-канале, поэтому, если вы не слышали, если вдруг, ну, не в курсе, да, опять же, переходить в телегу, уже призываю вообще вот каждое видео буквально. Ну, погнали дальше. Что было дальше у нас на вот этом вот прямом эфире, да, с Алексеем? Волкин у нас оказывается, ладно, там не совсем оказывается, но, короче, Волкин у нас намеревается идти на метавселенные, то есть, есть уже определенные контракты, есть уже определенные договоренности и определенный движок. У нас было обсуждение вообще, будем ли мы идти в метавселенные, да, то есть, будет ли какое-то взаимодействие с реальным миром. Вот, с этим были большие вопросы. Ну, вот сейчас они развеиваются. Да, это будет не совсем скоро, но есть такие определенные точно планы, даже не только планы, а уже и договоренности. Поэтому через какое-то время мы с вами можем наблюдать Волкин уже в метавселенной. То есть, концепция метавселенной подразумевается, что сейчас у нас есть Волкин, да, вы можете ходить, вы можете как-то зарабатывать определенные гемы, да, и соревноваться, и делать все то, что мы, собственно, и делаем. Создавать новое приложение они планируют и вот включать этот токен в экосистему общую. И получается, что это и будет как бы метавселенная, да, где код сейчас есть Волкин, а дальше код может перейти в другое приложение, где вы там можете играться. Кстати, по поводу игр, очень был, очень большой фокус, внимание, да, на то, что это не move to earn, забудьте как бы про move to earn, вот, прям светильно это прожектором. Это больше такая, ну, симбиоз определенный, да, где play to earn больше, play to win, если совсем точно. То есть, идея в том, чтобы мы могли тратить свое время, да, не обязательно ходьбой, вот, так же люди там с ограниченными. Возможностями, да, они могли получать от этого пользу, какой-то профит от своего потраченного времени в игре. В принципе, мы многое об этом уже знали из roadmap, из прошлых заявлений, да, вот. Ну, в данном случае это просто все подтверждается. И такая определенная энергетика есть у Алексея, да, зарядить прям, ну, не просто как-то накидать слов, да, для хайпа, как там разные люди делают, вот. Но с позиции основателя проекта дать какой-то, где-то намек, допустим, да, закинуть, где-то показать, что, ну, как бы, ребят, ну, вот есть такое, а есть вот еще вот такое, да, и можем пойти туда. То есть, ну, мне кажется, это очень крутое интервью. И, опять же, если, а надеюсь, когда Алексей у нас будет в эфире, хотя он обещал, вот, сказал, во всяком случае, сказал, что он не против, он только за. Да, поэтому мы сможем задать ему все интересующие нас вопросы, и это будет только в плюс для нас всех. Что по токену, да, там токеномика разбиралась, разбирались фонды, ну, не совсем разбирались, но и просто общение шло на эту тему. Сейчас у меня складывается такое впечатление, что у нас вот была не так давно обнова с языками, да, ну, все, я думаю, знают в курсе уже, вот. И ждем сейчас, ждем стейкинг и колесо фортуны. Ну, по большей части, конечно, стейкинг. Вот, хотя колесо – это такая история про лудоманию, но, в принципе, довольно неплохо. Вот, это, как бы, украсит наш пользовательский опыт с приложением. Вот, так или иначе, да, как бы в прошлом нашем видео Артур не говорил про то, что цена токена Волкин, там, 5, 10, 50, там, миллионы и, там, триллиарды и так далее, да. Кто-то над этим может пошутить, кто-то над этим, ну, то есть я тоже не всегда могу соглашаться с тем, что озвучивается на канале не мной, да. Вот, ну, в данном случае, как бы, смысл такой, и я с этим тоже полностью согласен, то, что цена токена будет определенно точно расти, потому что цена кота, да, ты можешь напечатать котов, там, одежда, ты можешь тоже ее взять напечатать. Утилити, да, сейчас Волкин, допустим, хайпует, да, и мы им пользуемся, но сделают они второе приложение какое-то, да, и подключат его к экосистеме Волкина, да, токена Волкин. Но эти 2 миллиарда, они так и останутся двумя миллиардами. Соответственно, что, возможно, второе приложение, оно будет более интересное кому-то, да, или, там, мы все перейдем в третье приложение какое-нибудь, а котов уже будет, ну, меньше, там, они нас будут интересовать. Вот, поэтому важно сейчас на данном этапе накапливать свои монеты. Реинвестировать тоже важно для заработка, но тоже не стоит, наверное, заигрываться. Поэтому при введении стейкинга, да, вопрос, конечно, какой это будет процент, вот, на Сэндексе мы можем сейчас по 170% стейкать, вот, если там будут хотя бы схожие проценты, ну, это прикольно. Если выше, то вообще совсем замечательно. Ну, наверное, выше там не будет, скорее всего, там даже будет ниже, вот, но так или иначе, это, когда это сделано внутри приложения, это прям круто. Не надо выводить токены с кошелька, закидывать его на биржу, да, какой-то, который ты еще, допустим, не пользуешься, как Сэндекс. Вот, ну, в не данном случае она просто для стейкинга у меня сделан там аккаунт. Вот, поэтому, если это сделают, а точнее, не если, а когда, да, то это прям может довольно неплохо спровоцировать цену токена наверх. Ну, а по поводу Тузумун, да, какой-то вот такой истории, прям Алексей такой осадил всю эту тему, да, потому что что? Потому что у команды залог на 3 года, у фондов, по-моему, тоже на что-то февраль какого-то там следующего, позаследующего года. То есть, а в ближайшее время там только 5% будет разлог. Ну, то есть, какие-то прям супер дичайшие, дикие условия для команды и для фондов. Поэтому, естественно, никто сейчас не хочет как-то греть цену токена, да, чтобы сейчас какой-то хайп был супер-супер большой. Вот, хочется делать именно продукт, чтобы он привлекал постоянно новое количество пользователей. Сейчас он, как озвучил, от 10 до 15 тысяч пользователей новых заходит в проект. Это здорово, это супер цифра. Вот, из этих пользователей, да, мы тоже ведем свою статистику, от 1000 до 2000 кошельков новых образуются в проекте. Поэтому можем делать вывод, что примерно 10% из новых пользователей создают свой криптокошелек и его пополняют, получается, да. Ну, либо уже доходят до стадии, когда у них был свой код, да, бесплатный, и они уже дошли до той стадии, когда пора бы получать какой-то с него профит, создать NFT, допустим. То есть, в этом и может заключаться феномен Волкина, да, уже есть такое понятие, начинает вводиться, когда это, ну, по сути, это единственная сейчас блокчейн-игра, которая настолько-настолько простая, настолько кайфовая, да, для нового пользователя. То есть, достаточно, чтобы зайти в игру, просто скачать приложение, как обычную игру просто, и автоматом тебе создастся кошелек, у тебя будет, там, выход в NFT, ну, короче, все вот это вот гораздо-гораздо проще становится. Вот, и это не может не привлекать новых людей в проект. А новые люди – это новые кошельки, это новые покупки, и всем замечательно. Ну, а что по поводу Binance, да, я не знаю, что там будет дальше. Мое мнение, что не будут они продаваться, да, Волкин не будет продаваться Binance. Возможно, это было бы прикольно, вот, если бы какая-то часть, небольшая там, часть компании отошла Binance, да, и как бы он был бы заинтересован в такой продвижении проекта, да, и была такая коллаба очень-очень сильная. Вот, ну, я думаю, Binance уже будет неинтересна. То есть, если Binance покупают, мне кажется, это уже речь идет о более серьезных цифрах, да, более серьезных процентах, вот, где уже руководящая часть, она становится, ну, от Binance, ну, либо там какая-то значительная часть. Так как огромное количество управляющей части на команде разработки, у фондов, у, как бы, всей вот этой вот движухи, то, что мы сейчас видим, то отдавать все это такой большой неповоротливой машине, да, хотя Binance мощная, поворотливая, но все равно, чем меньше проект, да, тем более он маневренный. Вот, и раз мы видим революцию такую, да, в понимании, в понимании построения приложения, вот, понимание вот этого пользовательского интерфейса, да, как можно, оказывается, сделать просто, быстро и вкусно, то, ну, еще никто этого не сделал, то определенно точно управлять проектом, да, его будущим, его вот это vision создавать должен определенно точно группа тех людей, которые были в начале его создания. Ну, во всяком случае, на этих этапах то, что мы видим сейчас, да, ближайшие три года, мне кажется, никто, никого там покупать не будет, но так или иначе, если получится договориться, что там небольшая доля отходит Binance, то коллаба, да, вот этих логотипов, это, ну, прям очень сильно, мне кажется, будет на руку обоим, обеим сторонам этой сделки. И насчет коллабораций тоже поднимался этот вопрос, обсуждали, в принципе, Алексей подтвердил то, о чем были наши с вами догадки, да, то, что мы обсуждали с вами ранее. Сейчас есть уже коллаборация на каких-то, где-то договоренности есть, где-то есть уже очень горячие этапы, то есть коллаборация с брендами, да, то есть уже есть четкое подтверждение, что есть, допустим, ну, условно, был пример на Gucci, да, не знаю, конкретно Gucci это будет коллаборация или нет, но так или иначе, там, да, с Audi, кстати, много людей скидывали кепку Audi, вот. Это потому, что один из совладелицев фонда, ну, то есть человек, у которого есть значительная часть акций Vagroup, да, Audi, куда входит, вот, он есть владелец фонда, ну, не владелец, короче, тоже часть есть акций фонда. Фонд вложился в Volkin, соответственно, у Volkin теперь есть доступ к, через этот фонд к этому человеку, у которого есть доступ в Audi. Короче, так эта схема работает, вот, поэтому есть уже несколько коллабораций, возможно, именно коллаборация с Audi. А в чем прикол этих самых коллабораций, да, да, все довольно просто, бренд платит за одежду, за то, что коты будут ходить именно в их брендовых вещах, вот. И эти брендовые вещи будут показываться на определенную аудиторию. Возможно, это за показы, но, скорее всего, это за именно коллабу какую-то, да, и на эти деньги, которые получены были от бренда, соответственно, Volkin, команда Volkin идет на биржу, все строим, вот, и покупают токены, свои же токены, да, тем самым поднимая, поднимая ликвидность и поднимая, отправляя эти токены потом уже в фонд Трежери, которые пойдут на выплату, собственно, нам. Так что, друзья, как-то так, ставьте лайк этому видосу, если он вам зашел, если не подписаны на Телегу, обязательно подписывайтесь. Вот, напишите коммент, что вообще считаете, как, куда мы все, все движемся, да, в ближайшее время. Очень интересно, все комменты читаю, ну, реально прям вот пролистываю, с кем-то общаемся, поэтому пишите, не стесняйтесь, всегда интересно узнать, что думаете на тот или иной счет.